Стэнли Кубрик в 1968 году снял фильм, который сегодня считается классикой. Обычно самые выдающиеся фильмы считаются классическими, потому что кроме очевидного понимания сюжета, происходящие события имеют и второе дно объяснений, которое тяжело понять без, так сказать, подготовки. Фильм, книга и так далее становятся классическими именно из-за того, что на раскрытие второго дна в сюжете произведения уходит много времени. Может быть десятки лет, за которые произведение дна крепко оседает в памяти зрителей и критиков. Космическая Одиссея – это фильм, который стал известен в первую очередь из-за того, насколько тяжело однозначно объяснить его сюжет. Во всех фильмах первое, что видит зритель – это перечень компаний и ключевых людей, которые организовали финансирование, производство фильма и обладают всеми остальными корпоративными правами, чтобы зарабатывать на этом кино деньги. Ну а в 2001-м «Космическая Одиссея» – самая первая сцена. Черный экран, сопровождаемый музыкой и напоминающий шум. Чернота длится 3 минуты, пока не появляются первые заставки с информацией о компаниях и гдех, создававших фильм. Учитывая, что фильм длится 2,5 часа, то потратить 3 минуты экранного времени, чтобы показать практически пустой экран, можно только, если то, что в начале кажется пустотой, позже сыграет очень важную роль. Забегая за глаза, в общем-то, еще до начала фильма вы уже смотрите на так называемый «Монолит». Это один из главных персонажей «Космической Одиссеи». Да, этот параллелепипед персонаж. Только смотрите вы на него в упор, потому что «Монолит» заполнил весь экран. Должно быть главной проблемой в понимании сюжета 2001-го «Космической Одиссеи» и есть этот «Монолит». Фильм не был бы каким-то очень многослойным или заумным, если бы в нем не было этого «Монолита», о котором на протяжении всей истории фильма ничего реально важного не говорится. В сюжете «Космической Одиссеи» прописана вещь, из-за которой, для которой и случаются все события фильма. При этом из самого фильма невозможно узнать, что такое этот «Монолит». В этом видео я попробую разобрать, чем же является «Монолит» и почему он, или оно, или они, играл главную роль для понимания идей, заложенных конкретно авторами в «Космическую Одиссею». После первой встречи с «Монолитом», еще до начала непосредственно действий в фильме, во второй раз мы метафизический параллелепипед, встречаем примерно через 15 минут. История второго появления «Монолита» такая. В древности человекообразные предки обезьян жили, питая с травой и прочим подножным кормом. На них легко охотились леопарды, от которых те не могли защититься. Поэтому им приходилось спрятаться в холодных пещерах, чтобы спастись от этих хищников. Так человекообразные предки жили, мучаясь от ужаса в тикой природы, пока к одной из ста человекообразных обезьян не материализовался «Монолит». Его появление сопровождается странным шумом, похожим на тот, что был слышен еще до начала самой истории фильма. В итоге все члены стаи, после сеанса коллективного обезьянства, прикасаются к «Монолиту». Прикоснувшись к «Монолиту», наши предки обретают человеческий интеллект, после чего они легко оплодевают орудиями труда и оружия. Вооружившись мозгами, наши деды покоряют дикую природу и в конце концов превращаются в современное человечество. Вся последовательность сцены явления «Монолита» Гоминидом требует детального разбора, поскольку тут в сюжете появляется несколько заплаток, которые потом будут давать о себе знань еще много раз на протяжении всего оставшегося фильма. Перед встречей со стаи человекообразных обезьян мы видим короткую сцену с вечерним горизонтом. Обратите внимание на раннюю луну посередине неба, виден полумесяц. В следующей сцене появляется и сам «Монолит». Также если вернуться к самому началу фильма, там тоже была видна Луна, Земля и Солнце, а перед тем как увидеть эти три небесных тела, мы в упор смотрели на «Монолит». То есть сначала мы смотрели на сам «Монолит», который прилетел в Солнечную систему, а потом смотрим на то, на что смотрит «Монолит». Теперь во встрече гоминидов с «Монолитом» видна Земля, мы на ней как бы стоим, полмесяца в небе, а затем появляется и сам «Монолит». Большая эта группа – Земля, Луна, Солнце, «Монолит» и какие-то персонажи будут снова и снова появляться в тех или иных сценах. Конкретный состав группы будет меняться, но позиции остаются теми же – планеты, звезды, люди и «Монолит». После того, как «Монолит» приземлился перед стаей обезьян, опять можно слышать эту странную музыку, скорее шум из голосов и звуков, а не музыку, который мы слышали в первые три минуты фильма. Наши человекообразные неды немного бесятся, но в итоге собираются в кругу «Монолита» и его трогают за разные места, а некоторые пытаются даже лизнуть, после чего они обретают человеческий интеллект и способность заниматься творчеством. Пока «Гоминиды» трогали «Монолит», как раз и появляется сценка со звездной группой. Виден «Монолит», за ним Солнце еще выше полумесяц. Возле «Монолита» его трогают одни из персонажей фильма – «Наши предки Гоминиды». Присутствуют все – «Монолит», «Солнце», «Луна», «Земля» и «Люди». Эти обезьяны позже эволюционируют в людей, так что в принципе их самих следует принимать тоже за полноценную часть человечества. Интересно было бы узнать, что могут вместе делать Солнце, несколько планет, непонятный геометрический предмет, способный практически творить чудеса и кучка людей, которые от этого геометра получают в дар такую вещь как разум. Можно даже сказать за то, что они ему поклоняются. С этим вопросом у нас еще будет разборка позже. Ну а теперь отправимся вслед за «Монолитом» дальше. Теперь на саму Луну и на 4 миллиона лет в будущее. Готовясь пересесть на корабль, который его доставил непосредственно на Луну к «Монолиту», американский ученый и правительственный чиновник Гейбд Флойд прибывают на космическую станцию, где он ожидает своего корабля. Чтобы скоротать время, Флойд решает позвонить своей жене на Землю, обратив внимание на несколько вещей, пока он разговаривает по ретро-скайпу со своей дочкой. Во-первых, это Луна, которая крутится в окне за Флойдом. Во-вторых, это то, что экран, на котором видно дочь Ейбуда, по форме практически такой же прямоугольник, как и сам «Монолит». Получилась в миниатюре та же звездная группа, как и раньше. Луна, человек и «Монолит». На этот раз в группе немного меньше участников, чем в других случаях, но в целом опять присутствуют те же предметы, как и раньше. Хотя самого «Монолита» об разговоре Флойда со своей дочерью нету, но интересно то, что фильм наполнен черными прямоугольниками, которые настолько похожи на «Монолит», и которых столько много, что считать, будто их случайно вставляли нельзя. Например, экран, на котором Флойда говорит со своей дочью, панель интерфейса компьютера АХАЛ-9000, табличка с инструкцией, внешние окна и вход на космическую станцию, место раскопок «Монолита» в форме самого «Монолита» и так далее. Количество вещей, которые косвенно или напрямую связаны сюжетом и выглядят как маленькие копии «Монолита» в фильме огромное. Они есть по-клически во всех сценах, начиная от первого полета в космос, затем на борту космического корабля «Дескавери-1». В самом конце белая квартира, где один из космонавтов ждет встречи с «Монолитом», имеет пол, полностью составленный из белых прямоугольников. Напрямую к сюжету все эти «мини-литы» отношения не имеют, но они указывают на кое-что важное для интерпретации сюжета. Именно что так же, как и с главным «Монолитом», люди смотрят на малые пародии на «Монолит», чтобы от них получить какие-то новые возможности и перспективы на будущее. Обезьяны дотронулись до «Монолита» и стали людьми в будущем, стоит говорить со своей дочерью, которая в следующем поколении будет развивать то, что сейчас сделает ее отец. Также в фильме космонавты будут разговаривать с компьютером, чей интерфейс похож на «Монолит». После разговора с этим компьютером, космонавты также будут вынуждены сильно изменить свою жизнь в будущем. И, конечно, очевидное и банальное воплощение этого принципа «Смотри в черный прямоугольник, и что-то в твоей жизни поменяется» видно, когда Рогейвуд Флот летит уже на Луну и читает инструкции по использованию космического туалета, которое написано на черном прямоугольнике. «Посмотрел на черный прямоугольник, сделал что-то с собой со своей жизнью». Обезьяны посмотрели на «Монолит» и забрели цивилизацию. Монавты пообщались с суперкомпьютером, поняли, что машинам доверять всю жизнь нельзя и долетели до Юпитера. Флойд прочел инструкцию, сходил в туалет. В сцене, в которой Флойд уже на Луне, встречается со своими коллегами. В конференц-зале он окружен тремя белыми прямоугольниками и объясняет, что в будущем произойдет с его коллегами, когда они отправятся исследовать найденный в одном из лунных кратеров «Монолит». Идея того, что изменения в жизни целого вида, группы людей или одного человека происходят из-за влияния то самого «Монолита», то чего-то похожего на него, в общем-то распространяется на весь фильм, как в сюжетных поворотах, так и в разных мелочах, вроде бытовых предметов и сортированных шуток. Кстати, эта идея о том, что на жизнь человечества влияет некая разумная сила, существует уже очень давно. Называется креационизм. Согласно этой, так сказать, концепции, жизнь на Земле развивалась естественным путем, но на ее развитие влияли какие-то силы вроде инопланетян или бога. То есть природная эволюция идет, все в порядке, но за развитием жизни следят и управляют какие-то существа. Для одних креационистов это сверхразвитые пришельцы, для других очередная версия библейского бога. При этом все принципы эволюции сохраняются. Половой отбор, постепенное развитие через смену поколений, биологическая жизнь как часть окружающей среды, цель жизни – самовоспроизводство и так далее. Все это в креационизме есть, но при этом над жизнью господ существует некая почти божественная сущность, которая наделяет жизнь людей неким высшим смыслом, которому люди должны стремиться и служить. И этот религиозный смысл фильму придает монолит, который направляет развитие человечества в определенную сторону, известенную только ему как божеству. А людям этот смысл понять невозможно, они могут только верить. В 2001-м «Космической Одиссее» не дается никаких объяснений того, чем является монолит. Он просто существует и управляет эволюцией человечества. Так же, как и библейский бог, который для верующих был, есть и всегда будет, и чьи замыслы человечество вряд ли сможет когда-нибудь понять. Раз уж была упомянута эволюция, то следует отдельно поговорить о том, как фильм показывает реальную сторону развития биологических видов. Возможно, не случайно Флойд на космической станции общается именно со своей дочерью. В эволюционном плане смысл жизни любого животного есть, чтобы размножаться. И так до бесконечности. В «Космической Одиссее» все персонажи что-то едят или пьют. Человекообразные обезьяны в начале фильма едят траву, позже мясо убитой дичи. Хейвуд Флойд во время полета на Луну ест какую-то космическую еду, а направляясь к кратеру на Луне, он в компании своих коллег ест бутерброды. Космонавты Дэйв Бауман и Фрэнк Пул тоже едят навороченную космическую еду на борту своего корабля. А после того, как Баумана забирает к себе домой монолит, Дэйв тоже проводит время, питаясь каким-то стейком. Короче говоря, в фильме очень много едят. И авторы «Космической Одиссее» не зря сделали сцену, в которой Флойд читает инструкцию по использованию туалета. Ведь сильно покушав, потом придется сильно и покакать. Пищевая часть жизни животных в фильме, будем считать, показана настолько очевидно, что только ленивый не догадается, зачем все эти персонажи постоянно чего-то едят. А как быть с размножением? В «Космической Одиссее» ничего не говорится о семейной или половой жизни, но это только на первый взгляд. Можно сказать, что в сцене, где Флойд говорит со своей дочью, мы, в общем-то, видим размножение. Родитель говорит со своим ребенком. Как еще можно однозначно показать смысл эволюции, размножения? Тем более, что видит он ее на том самом экране, похожем на монолит. Вся эта сцена, конечно, скрыта, но намекает на то, что монолит влияет на развитие человечества с помощью полового отбора. Флойд смотрит на экран, похожий на монолит, и монолит ему показывает его ребенка. Как бы говоря, тебе надо размножиться. Далее, что-то образно напоминающее естественный отбор, мы видим в части, где Бауман и Пул летят к Юпитеру. Как и Флойд, они разговаривают с моделью Монолита. Это интерфейс HALO-9000. В ходе полета суперкомпьютер занимается селекцией космонавтов. Он решает их убить и убивает 4 из 5 членов экипажа. Но Дэйв оказывается сильнее компьютера, и его останавливает в последний момент. Он остается последним ушевым. Как и в дикой природе, или даже в животноводстве, в следующее поколение перейдут только особи, способные выжить в тех или иных условиях. После происшествия с HALO, Дэйв встречает Монолит, который его транспортирует на какую-то другую планету, где тот проводит довольно много времени в чем-то похожем на квартиру. Эта квартира обставлена фигурками молодых пар, занимающихся ухаживанием друг за другом. Там же стоят скульптуры женщин в обтягивающих платьях. Есть женский бюст, на котором видна отлично стоячая грудь самой женщины. В квартире висят две картины, на которых молодой человек под деревом встречается со своей девушкой. Ваня на вешалок для полотенец тоже изображены красивые девчонки. Намек понятен? Ешьте ду и размножайся, передавая свой генетический материал в следующее поколение. Если еще непонятно, то в конце, когда Дэйв совсем состарившись лежит на постели, он опять встречается с Монолитом. После чего Бауман превращается в эмбрио. Родился в следующем поколении своего вида, так сказать, и возвращается на Землю. Еда и размножение. Все под присмотром Монолита. В общем, Стэнли Кубрик в каком-то смысле показал в своем фильме всю философию креационизма. Хотя сам фильм, конечно, не об этой как бы религиозной выдумке. Смысл фильма еще предстоит раскрыть. А теперь вернемся обратно к Хейвуду, Флойду и его миссии на Луне. Поговорив с дочуркой, покушав на сверстолете, поболтал с друзьями, с которыми он разговаривает, чтобы объяснить и этим друзьям и зрителю, что именно произошло на Луне. Оказывается, на Луне не было никакого несчастного случая с эпидемией. Оказывается, американцы на Луне встретились с Монолитом и решили засекретить информацию об этой встрече, чтобы избежать паники и других проблем из-за столкновения с тем, что в прошлый раз сделано из обезьяны человека. Наконец-то Флойд и компания отправляются к следующей по порядку встрече с Монолитом. В компании своих коллег, закусывая бутерами и запивая кофейком, Хейвуд от коллег узнает, что в одном из лунных кратеров было обнаружено чрезвычайно мощное излучение. Раскопав место излучения, они нашли там тот самый Монолит. Следовав почву вокруг Монолита, они установили, что возраст ямы, в которой закопан объект, 4 миллиона лет. Как раз то время, за которое гоминиды успели эволюционировать в современное человечество. Добравшись до точки раскопок, в фильме опять поднимаются те же заплатки, о которых было сказано вначале. Повсюду формы, напоминающие сам Монолит, яма для раскопок, прожекторы, освещающие эту яму. Также присутствуют все те же звездные персонажи. Монолит, Солнце, Люди, Луна и Земля, которая теперь видна в небе. Даже повторяется кадр, на который мы смотрим небо из подножия Монолита. Но добавляется одна новая вещь. Вначале я говорил о том, что в первые 3 минуты мы смотрим не просто на пустой экран, а на Монолит только в упор. Когда Эйвуд с командой спускаются в яму, один из кадров помещает лунный Монолит так, что он полностью занимает левую сторону экрана. Затем Флойд прикасается к Монолиту, но в этом кадре Монолит помещен в крайне правой части экрана, который тоже полностью занимает. Размещение Монолита так близко к экрану доказывает, что в первые 3 минуты мы досмитренно смотрели на него. Тем более, что когда американские космонавты прибывают к лунному Монолиту, опять играет та же музыка, что в начале фильма и при встрече Монолита с Гоминидой. Здесь напрашивается мысль. Если в начале мы чуть ли не сами трогали Монолит, настолько близко он к нам находился, и теперь его трогает Флойд, а до того трогали необразованные и противные обезьяны, может нам от них что-то передалось? Если вы смотрели Космическую Одиссею в полностью темной комнате или еще лучше в кинотеатре, то когда Флойд прикасается к Монолиту, будет казаться, что он прикасается к части кинозала, в котором вы сидите. Если вы смотрели Космическую Одиссею в кинозале и поворачивали голову в сторону, то заметили, что вы окружены этой самой темнотой, и к этой темноте прикасается кто-то из персонажей фильма. Играет странная музыка, а вы сами находитесь внутри Монолита, который стоит на Земле, а над вами Солнце и Луна. Кстати, во всех двух кадрах, когда мы смотрим на небо от основания Монолита, тот заполняет вес сниз экрана, давая нам выглянуть из своих внутренностей на космос. Еще один аргумент в пользу того, что Монолит представляет в фильме зрителя – это стилистика. Длинные кадры, красивые пейзажи, мало речей персонажей, огромное количество экранного времени, деленное на демонстрацию разных технологических предметов, создают ощущение того, что в фильме столько о развитии сюжета и судьбе людей в нем, сколько о беспристрастном наблюдении за жизнью человечества, как за видом животных. Чтобы зритель не ассоциировал себя ни с одним из персонажей фильма, а оставался сам собой и не искажал свое мнение о смысле фильма, тем, что испытывает симпатию или отвращение каким-то персонажам в самом фильме. И оценивал события в целом и беспристрастно. Так же, как Монолит оценивает человечество в целом, как единый вид, а не как отдельных личностей, чтобы мы концентрировали внимание не на людях, а на их научно-технических достижениях и биологическом развитии. На этом попытки напрямую превратить зрителя в одного из участников фильма не прекращаются. После того, как команда Гейвудов-Слойдов встретилась и потрогала нас со зрителей за Монолит, американцы решают отправить космический корабль к Юпитеру, где был найден следующий Монолит. Или тот же самый, только перелетевший туда с Луны. Учитывая, что Монолит в фильме представляется как всесильная сущность, неизвестная или Монолит, посетивший дедов-обезьян в начале фильма, тот же самый, которого затем находят американские ученые в Лунном кратере, хотя, может быть, это два разных. Но для целостности фильма один или несколько Монолитов участвуют в сюжете, ничего не меняет. Учитывая, какими фантастическими возможностями обладает Монолит, можно предположить, что это одна и та же единица. На борту корабля, управляющимся в Юпитеру Discovery 1, космонавты для управления которым сотрудничали с портовым суперконфертом. Их отношения несколько раньше уже описывались, но придя к месту их появления в фильме в хронологическом порядке, давайте то, что происходит на борту Discovery 1, разберем еще раз. Сначала, что интересно, это как между собой общевцы-космонавты и HAL-9000. Большая часть сцен, в которых они друг с другом разговаривают, не показывает в одном кадре сразу всех участников диалога. В одном кадре виден космонавт, в другом интерфейс компьютера. И каждый раз лицо одного из космонавтов, либо камера HAL-9000 показывается так, будто они смотрят в середину экрана на зрителя. Это логично, если считать, что Стэнли Кубрик пытался сделать фильм, в котором зритель участвует в самих событиях фильма почти что в реальном времени. В таком случае, почему не снять некоторые диалоги так, чтобы они выглядели словно персонажи разговаривали со зрителем? После того, как HAL-9000 убил всех на борту, кроме одного Баумана, космонавт решает обезвредить далекого предка Скайнета. И несмотря на все препятствия, добирается в сервер, где находится главный компьютер Хаб. Здесь он отключает модули, из которых состоит сам HAL, тем самым решая суперкомпьютер разума. Как и в предыдущих частях фильма, на борту Discovery 1 находится множество предметов, стилистически выглядящих как черный прямовольник. Это интерфейс HAL, таблетки на которых космонавты смотрят новости, мониторы в серверной, где Гейвуд Флойд связывается с экипажем корабля. К этому моменту должно быть очевидно, что все эти средства коммуникации были специально сделаны похожими на главный монолит. Таким образом, авторы пытались донести до зрителей мысль о том, что они тоже могут участвовать в событиях фильма. Как бы выглядели мы, если бы персонажи фильма смотрели из вселенной фильма на зрителя? Они бы нас видели внутри черного прямоугольника, так же как и мы их на экране монитора или в кинозале. Журналист BBC в какой-то момент смотрит из своего монитора на интерфейс HAL. Позже в фильме появляется короткий момент, когда мы смотрим на Дэйва и Фрэнка из глаза HAL. Теперь начинает становиться ясная главная авторская идея фильма. Подробнее ее обсудим чуть позже. Еще осталось несколько вещей в космической Одиссее, которые тоже доказывают, что Стэнли Кубрик пытался снять фильм об участии зрителя в фильме, который зрители смотрят. Как раз в тот момент, когда закончилась кровавая резня на борту Discovery 1, корабль с единственным выжившим долетает до Юпитера, и Балман может наконец-то приблизиться к Монолиту, который его с нетерпением ждал. Раньше уже говорилось о том, что всегда, когда кто-то из людей встречается с Монолитом, то встреча сопровождается кадрами космических тел. Все планеты выстраиваются в линии. Авторы решили не мелочиться и в финальную встречу человечества с Монолитом решили короновать построением в линию всех спутников Юпитера. Опять играет всегда сопровождающая появление Монолита музыка шум. И в серии кадров, показывающих, как планеты выстраиваются для парада, появляется один момент, когда Монолит влетает в верхнюю часть вашего монитора. А в другом кадре Монолит незаметно появляется из нижней части экрана. Еще намек на то, что Монолит это и есть телевизор. Компьютерный монитор, экран в кинозале, через который зрители смотрят фильм, через который персонажи смотрят на зрителя. Самое интересное, что Монолит в этих кадрах лежит горизонтально, широкой стороной вверх, как экраны в кинотеатрах в 70-х годах, когда космическая отисея была выпущена и как сейчас делают мониторы и телевизоры. В конце встречи Дэйва Баумана с Монолитом на орбите Юпитера, Бауман в своей космической капсуле не дотрагивается до Монолита, как это делали гоминиды в начале фильма или позже Гейв. Он летит прямо на камеру, потому что камера и зритель, который по ту сторону камеры, есть Монолит. Вместе с Монолитом перелетев, надо полагать в параллельное пространство или куда-то недалеко от него, Бауман оказывается дома в костях у Монолита, вещи, которые наполняют комнату и их значение уже обсуждалось. Теперь посмотрим на то, как себя ведет Бауман на квартирнике у своего лучшего другана. Вначале Дэйва следует белую квартиру и заходит в ванну. Там слышит какой-то звук. Камера встает на место самого Баумана и показывает, как тот медленно смотрит в гостю, где сидит Дэйв Бауман, только постаревший. Старый Бауман ест. Услышав дыхание себя в прошлом, он встает, чтобы посмотреть, что происходит в ванной. Мы можем видеть, что он одет в халат того же цвета, как и Монолит, а вытянув правую руку вдоль бока, так и вовсе похож на Монолиты по форме. Бауман выглядит как черный прямоугольник. Проверив в ванну, он возвращается за стол, пока опять смена позиций камеры и Бауманов не повторяется. Теперь Дэйв в халате смотрит на себя совсем состарившегося в постели. Когда камера опять переходит на место, где лежит состарившийся Бауман, прошлая версия в халате исчезает. Такое изменение персонажа через смену точки зрения камеры показывает то, что происходило весь фильм только в миниатюре. Персонаж встречается с Монолитом, после чего меняется на следующее поколение своего вида. В белой комнате Бауман встречается с камерой, то есть с нами, и меняется на себя в более старом возрасте. В итоге в комнату возвращается Монолит для последней встречи с человечеством. Дэйв пытается дотянуться до Монолита, камера встает на его место, и Дэйв превращается в так называемое Звездное Дитя. Затем камера и мы вместе с ней влетаем в Монолит и перемещаемся опять к Земле. В сцене снова появляется Луна и Земля, только теперь добавляется Звездное Дитя, которое смотрит прямо на нас. Поскольку в сцене все еще присутствует Монолит, через который мы и смотрим на происходящее. И словно надеясь, что зритель понял его мысль, пубрик заменяет непонятный шум, который до этого играл при встречах с Монолитом, на понятную всем людям музыку от Иоганна Штрауса. Так как было сказано в начале анализа 2001-го «Космическая Одиссея», это очень сильно насыщенно содержанием фильма. Можно смотреть это кино как отличный эксперимент по прогнозированию технического развития. Авторы Одиссей успешно угадали, куда пойдет прогресс десятилетия спустя с момента премьеры фильма. Можно «Космическую Одиссею» смотреть как отличный пример кинематографического искусства. Фильм просто качественно сделан. Музыка, визуальный ряд, сюжет, актеры, спецэффекты – все сделано настолько крепко, что до сих пор выглядит очень впечатляюще. Также в «Космической Одиссеи» есть и политический слой содержания. В фильме показаны, хотя довольно поверхностно, отношения между разными силами в политике, в природе и просто следи людей, которые должны поддерживать хрупкий порядок социальной жизни над собой. И в конце концов, «2001» – это то, что называется метафизическое искусство. То есть такое, в котором зрителю за счет так называемого символизма остается много места для понимания каких-то событий по-своему. Например, тот же монолит буквально является одним большим символом. Если сильно захотеть, то каждый человек сможет наделить, налить своим значением и при этом будет по-своему прав. Какие бы эмоции ни вызывал фильм у зрителя, они все равно логично встраиваются в сюжет, что и называется метафизика, символизм, духовность и т.д. Еще «2001» «Космическая Одиссея» – это экспериментальное кино. Существует такой жанр в мире кино, в котором авторы пытаются принципиально пересмотреть то, как зрителю подается фильм. И «2001» «Космическая Одиссея» – это и есть экспериментальная попытка сделать зрителя участника самого фильма. Поменять форму, как это сам называл Стэнли Кубрик.